Друзья, всем привет! Рады вас встретить на нашем вебинаре. Меня зовут Илья. Добрый день, меня зовут Андрей. Нажмите, пожалуйста, в чат плюсик, любой другой опознавательный знак относительно того, что вы нас слышите и видите. Лес рук. Мы с Андреем сегодня будем рассказывать про коммуникационное оборудование для сферы гостеприимства. Новая интересная тема, надеемся, вам понравится. Мы, конечно, взяли с собой Актери, он тоже любит путешествовать, будет нам периодически помогать во время вебинара. Пока пускай не сидит здесь. Ну, давайте начнем. Ждать больше никого не будем. Время 12.03 уже. Про что мы вообще говорим? Мы говорим про сферы гостеприимства, то, что в узких наших кругах называется Хорика, Хотел Рестеранс Кафе. С одной стороны, понятно, что эта тема близка каждому из нас. Наверное, все, кто здесь присутствуют, бывают в ресторанах, когда-нибудь селились в гостиницах. Но часто ли мы вообще задумываемся о технологическом аспекте этого вопроса? Такой вот теме и посвящено наше сегодняшнее выступление. Вначале, так скажем, моя такая гуманитарная часть. Вообще поговорим про состояние гостиниц, отелей, что происходит. Давайте разберемся. Мы, в принципе, в нашей презентации вообще в работе над этой темой больше упор делаем на отели. Но это более сложный, более общий случай. И подразумевается, что, в принципе, во многих отелях ресторанам есть. То есть это более некое широкое понятие. Ну и, соответственно, разница между ресторанами и кафе тоже, говоря, в сфере Хорика мы не проводим. Считаем, что это примерно одно и то же, особенно в нашем понимании. Это все называется коллективное средство размещения. Гостиницы, отели, мотели даже, которые не так распространены в России и так далее. Они по традиции у нас делятся на гостиничного типа и специализированные. То есть это всевозможные санатории, пионер-лагеря, дома отдыха и так далее. Мы, конечно, в первую очередь говорим именно о гостиницах. То есть это наш случай. Ну и учитываем тот момент, что стандартная классификация от одной до пяти звезд при рассмотрении этого вопроса. Есть позитив, сразу же с него и начнем. Рынок в целом растет. С 2000 года отмечается, что количество отелей выросло более чем в три раза. Но при этом говорят, что даже не то, что количество отелей выросло, многие выходят из тени. То есть тут статистика из-за этого немножко искоревляется. Но ничего страшного, рост все равно есть. У нас в России вообще, у нас в странах бывшего Советского Союза, есть интересная тенденция, что очень много специализированных, так называемых, специальных средств размещения. Мы этим отличаемся. Примерно 50 на 50 количество мест, но пропорция стабильно меняется именно в сторону гостиниц, что для нас хорошо. И в 2015 году был зафиксирован очень серьезный рост гостиниц, отелей в нашей стране. Основная версия, что это произошла очень резкая активация реконструкции старых объектов. А вот почему произошла такая активация, этим мы сегодня будем собираться. Что было в 2015 году? Всего средств размещения в России зарегистрировано больше 20 тысяч, из которых 14 тысяч отелей. И номеров вообще 771 тысяча. Из них в отелях 433 тысячи. Это именно номера, а не люди. Это мы сейчас про Россию говорим, я же правильно? Да, 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 конечно. Это ситуация в России, официальные данные Росстата. За 16-й год они еще никакие официальные не появились, будут через несколько месяцев, поэтому мы говорим о 15-й. Для нас именно интересно смотреть количество номеров, а не, так скажем, человека-мест, потому что в нашей работе мы подразумеваем, что один номер – это некая единица, которую мы оборудуем нашим оборудованием. Да, то есть некий-некий набор оборудования предназначен для установки в одной комнате. То есть это именно то, что нам интересно. Да, и в принципе нас не так интересует, находится ли одновременно в этом номере один человек, два или даже три. Также можно посмотреть интересную статистику, надеемся, что вам видно. Это про внутренний туризм на диаграмме. Почему вообще люди путешествуют? Для меня, потому что основные мотивы как раз те, кто нам нужны. Путешественники, которые отдыхают, путешественники, которые едут с какими-то бизнес-задачами, подавляющее большинство. То есть люди, которым, условно говоря, наш Wi-Fi и все наши технологии не сильно нужны, те же самые паломники 0,3% и так далее, они занимают малую часть этого пирога, так что нам есть с кем работать. И также нужно не забывать, что в России официально зарегистрировано более 70 тысяч всевозможных ресторанов, кафе и так далее. И наша задача, каждый из них оборудовать качественным Wi-Fi. Россия сейчас стала, ну и сейчас уже пару лет как, одним из самых дешевых туристических направлений Европы. Это должно побуждать туристов ездить к нам больше, и действительно это происходит. В 2014 году был некий спад на фоне политической ситуации. Уже в 2016 году есть устойчивый рост, на 3%, но рост. Москва и Санкт-Петербург вошли, входят в сотню самых популярных среди туристов городов мира. Рейтинги есть абсолютно разные, то есть можно найти разные цифры, но стабильно в сотню мы входим, какое бы агентство не считало, какими методиками не пользовались. Вот, собственно, что можно сказать про Москву. Пятое место в мире по темпу развития направления TripAdvisor присуждает. По версии Инстаграма, да, Москва четвертое место по популярности в мире. В суммарную Москву приезжает более 17 миллионов туристов в год. Ожидается сильный рост еще на несколько миллионов в ближайшие годы. Но доля иностранцев меньше 50%. В основном это, конечно, внутренний туризм. Мы тоже находимся, так скажем, в Подмосковье официально, в Футилково, в нашем замечательном бизнес-центре, часто ездим в Москву. Можем тоже вкладывать вот эту долю к этим 17 миллионам. И есть резкая тенденция, о которой многие говорят, нехватка в Москве гостиниц класса 2-3 звезды. Надеемся, что они будут появляться, и мы сможем их тоже оборудовать Wi-Fi. Ну да, это то есть самые наиболее распространенные комнаты, в основном предназначенные для чего, если это, мы говорим, о бизнес-людях, то есть, естественно, после встречи нужно прийти, что-то там почту проверить, что-то посмотреть и так далее. То есть наличие Wi-Fi для них это обязательное условие. Ну и также отдыхающие. Если кто-то отдыхает, может быть, по телевизору что-то не устраивает, хочет посмотреть любимый сериал. Поэтому, чтобы посмотреть любимый сериал, нужен хороший интернет. Все-таки как раз про это мы сегодня расскажем более детально. Кратенько по Питеру тоже. Есть повод для оптимизма. Спад 2014 года преодолен, в том числе благодаря резкому росту количества туристов из Азии. Здесь эта статистика, да, и по Питеру, что есть конкретные цифры иностранцев, сколько приехал, тоже меньше 50%, но все равно почти 3 миллиона человек, это много. И даже Санкт-Петербург получает возможные награды, например, лучшие направления для туризма по версиям различных агентств, различных премий. В общем, есть надежда на лучшее, и то, что все будет еще лучше. И интересно, что третье популярное направление – Дальний Восток. Ну, понятно, какие иностранцы туда ездят, почему Владивосток является категорически популярным направлением. Китайцы хотят посмотреть на Россию. Вим очень близко до Владивостока. Ну, например, в 2016 году на 77% выросло количество иностранных туристов. То есть рост почти в два раза, это очень круто, много. И можно надеяться, что на Дальнем Востоке будет большой бум туристов еще больше, и, соответственно, тоже строительство новых объектов сферы гостеприимства. Какие вообще у нас есть драйверы роста? Почему мы позитивно говорим о том, что в будущем мы должны ждать чего-то хорошего, в том числе в нашей сфере? Ну, конечно, просто присоединение, скажем, Крыма не только экстенсивно увеличило количество отелей в России, но и интенсивно тоже. То есть там есть некое развитие. Кризис – это момент для развития внутреннего туризма, особенно при ситуации, когда в Египет, в Турцию ограничена возможность ездить. Сочи продолжает развиваться, и вообще вся Кубань. Летом прошлого года Дмитрий Медведев объявил о создании 17 новых туристических кластеров в России. Непонятно, что началось сделать, но, по крайней мере, было объявлено. То есть будем надеяться, что они появятся. Также планируется создание еще четырех новых горных зон, и в России будут проводиться, уже многие провелись, начиная с Олимпийских игр и так далее, будут проводиться еще множество мероприятий. Здесь же в наших сферах интересно про зимний мир сядов, в Алматы, который скоро будет, и так далее. Список достаточно большой. Ну, а на Дальнем Востоке вообще-то целый город строится, в честь космодромов, который скоро открывается. Так что строек много, и строится много мест, где людям нужно есть, нужно жить. Отдельно можно сказать про чемпионат мира по футболу. Здесь интересно, что. То, что к этому событию в 10 городах, где будет проводиться чемпионат мира, уже все отели обязаны были провести сертификацию. Это побудило их, с одной стороны, по тому, что мы уже говорили, так скажем, выходить из тени, официально проводить работу. А с другой стороны, когда они получали звезды, понятно, что у них была мотивация получить звезду выше, вообще задуматься о качестве своего обслуживания, в том числе задуматься, например, о Wi-Fi. То есть это такой пинок, который должен заставлять наши средства размещения улучшать качество обслуживания. А вот к 2020 году все отели вообще по всей стране должны также пройти вот эту обязательную сертификацию. И если, например, Ростовская область, это минимум по стране, где было раньше классифицировано всего меньше 5% отелей, сейчас, по идее, уже должны быть 100%, надеемся, так и есть, то можно видеть здесь вот этот огромный потенциал в этом направлении тоже. И ожидается, что еще продолжается стройка, соответственно, к Чемпионату мира по футболу. Считается, что ситуация удовлетворительна только в Сачах. Понятно, что там уже было крупное мероприятие. Во всех девяти городах продолжается бум строительства вместо размещения. И даже с учетом того, что будут использовать теплоходы, поезда какие-то для размещения людей в качестве отелей две звезды и меньше. Все равно еще на целый миллиард долларов нужно построить. И надеемся, что нас тоже не обойдет этот миллиард. Это серьезный, интересный сектор, в котором мы можем вместе поучаствовать. Еще момент позитивный. Приняли закон о хостелах. Не приняли, он какое-то чтение сейчас проходит в Госдуме, но там говорят, что на 100% должны принять. Здесь для нас позитив в чем? В том, что должны закрыться многие средства размещения низкого класса, которые находятся в квартирах, в каких-то жилых помещениях и так далее. А спрос на них останется. Так что святое место пусть-то не бывает. Надеемся, что вместо них появится что-то другое. И появятся сотни новых объектов, в которых мы можем также сделать наш Wi-Fi. То есть да, это именно закон о том, чтобы закрыть все вот эти размещения в квартирах и так далее. То есть это будет переводиться в более такую законную сферу. То есть это будет платить с этого налога. И когда человек будет выбирать, в каком хостеле останавливаться, здесь он будет останавливаться, там, где ему комфортнее. Так как выбор квартиры уже не будет, то есть мы здесь тоже очень можем интересно провести время, соответственно, что-то предложить вот этим каким-то небольшим хостелом. Даже с учетом, если там одна-две звезды, просто прикипо спать так или иначе, туда что-то можно предложить. Есть разные оборудования, там, тот же Wi-Fi, либо какой-то контроль на входе и так далее. То есть это наш потенциальный клиент фактически. Поговорим про сервис. О чем клиенты говорят, а что владельцы слышат или не слышат. Вторая часть наша. Что вообще обычно происходит? Обычно либо в отелях вообще не собирают никакой футбек-спорт, постояльцев, либо задают один-два вопроса, какие-то простые. Ребятам понравилось или нет, поставьте оценку от одного до пяти. Даже если собирают подробный фидбэк, подробный отзыв, это выглядит примерно так, как и на слайде. То есть много разных вопросов, но никогда практически, в 99% случаев, вы не встретите упоминания, понравился ли наш Wi-Fi, были у вас проблемы, могли ли вы позвонить с нашего телефона, из номера и так далее. Спрашивают какие-то более традиционные вещи. Еда, чистота, вода и так далее. Даже когда мы слушали мнения различных экспертов, здесь перевели такое яркое, что ли, на насчет. Человек, хозяин, учредитель сети, хозяин множества отелей в бюджетном сегменте, говорит о том, что нужно людям. Говорит о том, что должно быть чисто, что белье должно быть белое, так далее, так далее, так далее, так далее. И только одним из последних пунктов. Ну и, кстати, вот он говорит, Wi-Fi тоже оказывается людям нужен. Мы это услышали и сделали бесплатный Wi-Fi на ресепшене. Да, неправильно это все, бесплатный Wi-Fi должен быть не только на ресепшене, вообще во всех номерах, и это должно стать правилом хорошего тона. То есть, вот эта слайд как раз говорит о том, что зря, что хозяина отеля еще этого не понимают, потому что, как мы чуть дальше докажем, у людей-то как раз спрос на все это есть, а вот сама сфера еще не подстроилась. Например, одна статистика, результат одного опроса, факторы, которые влияют на оценки костей. Кажется, что здесь как будто бы нет ничего про технологии. Время регистрации, условия бронирования, проблемы во время проживания и так далее. А на самом-то деле, как раз, по сути, то, о чем мы говорим, входит во все эти четыре основных пункта. Потому что соблюдение слоя бронирования, там может быть как раз и Wi-Fi, как основной критерий соблюдения этих условий и так далее. То есть, получается, вопросы достаточно поверхностные, то есть, без какого-то акцентирования внимания на именно те проблемы, которые могут возникнуть. Да, все так. То есть, мы призываем, в свою очередь, вас доносить до хозяев отелей, то, что, ребят, вам все это нужно, это нужно вашим клиентам, чтобы вы были классными. Другой опрос, это статистика по Китайской Республике. Видим, что интернет очень резко на вопросах клиентов занимает первые места по требованиям постояльцев, по тому, из-за чего постояльцы возникли проблемы негативные отзывы. То есть, 42% в отелях среднего класса негативных отзывов именно вызвано недостаточным качеством интернета. В основном действует то, что это не совсем эконом-класс, то есть, у людей есть желание иметь хороший интернет, но невысокий класс отеля, поэтому сам отель еще не обеспечен. Получается, это правда интересная ситуация. Ну, даже если посмотреть на эконом-класс, то там 30 с лишним процентов все равно недовольны. Вот так или иначе. По другим опросам, уже внутрироссийским, до 94% постояльцев отмечают наличие Wi-Fi как важный для них критерий выбора отеля. Понятно, что, на самом деле, если мы сейчас вот среди нас проведем опрос, наверняка все вот 20 человек, которые нас сейчас слушают, скажут, что для вас, для них Wi-Fi важен. У нас будет стопроцентная выборка, да, не очень репрезентативная, но действительно, молодые люди, бизнесмены и так далее, для них это крайне важно. То есть, может быть, там действительно вот эти 0,3 паломников, люди, которые ездят в специализированные средства размещения, вроде санаториев, там, люди старшего поколения, в пионеролагерях Wi-Fi в принципе может быть запрещен и так далее. Это вносится вот эти 6%, но почти 100% людям это нужно. Это критично важно для путешественников, это критично важно для бизнес-аудитории и при проведении каких-то ивентов. То есть, от этой проблемы уходить нельзя, нужно что-то делать. И еще один интересный показатель, как сейчас в Москве, собственно, обстоят дела. Мы видим, что на сайте hotelwifitest.com собираются данные по качеству Wi-Fi в различных отелях, в различных городах. Из полутора тысяч отелей, которые в принципе есть в Москве, только 73 прошли этот тест. Это маленький показатель, в разы меньше, чем в городах Европы и Америки, но все равно можно даже по этому количеству сделать интересные выводы, что только в 4 из 16 5-звездочных отелей Wi-Fi соответствует какому-то достаточно высокому уровню, 3-3,5 балла. То есть, по их ротации, 5 это такой недостижимый идеал, этого нет вообще ни одного отеля в мире, 4 это прямо очень хорошо, 3 нормально. То есть, только 25% 5-звездочных отелей соответствуют этим критериям. Те же самые 25% у них вообще нет Wi-Fi, то есть, люди не смогли подключиться, это оценка меньше 2. Среди всех отелей, то есть, не только 5-звездочных, но вообще мы видим, что есть один отель в Москве, который получил оценку 4. И при этом 30% получили минимальную оценку меньше 2. То есть, есть куда стремиться, и надеемся, что мы вместе всю эту ситуацию исправим. И подходим уже к собственным оборудованию. Вообще, на что мы можем повлиять, где мы можем помочь хозяевам отелей, чтобы их клиенты их любили. Ну, конечно, это качество Wi-Fi, про что мы говорим, в широком смысле качество связи, цифровое телевидение даже с помощью нашего оборудования, когда прокладывается сеть. Вопросы безопасности, то есть, это как наблюдение, то есть, видеонаблюдение, так и, соответственно, физическая защищенность людей с помощью дымофонов. Работа персонала, скорость, точность реакции, то есть, кулцентры, отельные ПМС-системы, ну, или отельные ЦРМ-системы, качество работы офиса и так далее. Уменьшение сдержек, например, на связи, при переходе на IP-телефония, даже можно решать какие-то конфликты с помощью записи разговоров, что тоже важно, клиент должен быть доволен, должно оставаться вопросов. Возможность предлагать дополнительные услуги, такие как бесплатный межгород, например, если хозяин понимает, что действительно стоит копейки, то почему бы и нет, а для клиента это может быть важным критерием, почему можно выбрать именно этот отель. Такие вещи, как вход без аутентификации, для сети это важно, потому что, например, человек в одном городе прошел аутентификацию при подключении к Wi-Fi, приезжает в другой, и его телефон сразу видит в сеть. Приятно и прикольно. Возможность зарядки телефонов, это, имеется в виду, конечно, мобильный телефон, а зарядка от USB, это фича наших фан-виллов, дальше чуть-чуть расскажем. Возможные тарификаторы, интересный кейс про доставку свежей прессы, то есть сейчас многие отели переходят на то, что уже не бумажные газеты раздаются, а посетители могут в момент свой, когда они находятся в отеле, в момент заселения, в момент заселения, да, и все время проживания, получать платные версии, условно говоря, ведомостей или там Financial Times. Ну, чтобы это получать, тоже нужен Wi-Fi, как минимум, чтобы люди смогли получить электронные версии. и даже дополнительный доход от рекламы на стартовых страницах, на страницах авторизации, их собственный дополнительный промоушн. Вот интересно, наверное, есть мои друзья с Facebook, в чате как минимум несколько, вот вы могли видеть, в принципе, чем я занимаюсь во вторник вечером, за вчера. Если видели, можете даже написать, потому что, чтобы подключиться к... Слайд про полку. А, нет, все хорошо, извините. Чтобы подключиться к Wi-Fi, меня заставили в Facebook написать рекламный пост про то, как хорошо конкретно в этом заведении. Мы тоже можем так делать, и для отеля это может быть дополнительным преимуществом. То есть, пожалуйста, Wi-Fi даем, он хороший, но напишите для всех своих друзей, потому что мы классные. Да, вот как раз различные возможности сценария показа рекламы. Соответственно, при подключении мы можем клиенту выдать, в принципе, различные версии. То есть, во-первых, предоставить возможности различной аутентификации. Это может быть какой-то IT, выдана заранее. Это может быть, вот как Илья сказал, аутентификация на Facebook. То есть, ну, очень-очень много разных возможностей. При этом, как вот, например, на втором телефоне мы сразу же можем выдать меню клиенту. После того, как он прошел аутентификацию, мы можем ему подать какую-то рекламу. Например, там, блюда дня или что-то еще, либо каких-то услугах гостиницы. Если клиент пытается соответственно войти в гостиницу, либо вот как в трендинг-варианте, я говорил, есть подписка на электронные версии газет, газет, журналов и так далее. То есть, там фактически сейчас шесть вариантов, но надо понимать, да, что это обычная штабельная страничка, куда вы можете подключить все, что угодно. И человек, когда подключится к Wi-Fi, он увидит это меню, нажмет кнопку, автоматически подпишется на что-то, и, соответственно, PMS-система в итоге выставит ему счет на эту подписку. То есть, различные возможности, которые вы предоставляете, то есть, как рекламу, можно использовать, опять же, рекламодатели и так далее. Плюс, ну, хороший Wi-Fi для клиента. Да? Все так. Здесь я немножко выдохну, собственно, закончились с такой большой гуманитарной частью. Сейчас как раз перейдем к обзору всего оборудования, которое можно использовать в отелях, гостиницах, ресторанах, яхт-клубах, где угодно, где люди отдыхают и проводят время. Общая схема. Мы говорим о том, что все оборудование, которое мы поставляем, так или иначе потребимо и полезно и нужно для отдельных комплексов. То есть, начать с того, что основа системы это IPT-S EASTAR. С помощью шлюзов EASTAR мы резервируем каналы вместе с GSM-EMT-S шлюзов. Немножко дополнили, в принципе, мы можем не только резервировать каналы, мы можем, в принципе, подключить различные СМС-сервисы и так далее. То есть, в этой схеме это не только решение для отеля, на самом деле, это схема построения любого заведения, которое может предлагать различные услуги, начиная от подачи еды, заканчивая, соответственно, снятием номера. То есть, здесь можно, если мы говорим оба отеля, хостелах и так далее, можно подключить маленькую систему, например, нашу от EASTAR, мы об этом немножко позже скажем. Собственно, для сотрудников мы можем подать различные телефоны, где есть возможность подключения модулей расширения, где можно подписать номера, и, соответственно, когда будет звонить, он сразу видит. Либо быстрый какой-то набор, ответ, решение быстрых вопросов. То есть, перевод звонка, одной кнопкой, если звонит, например, в ром-сервис, а у него вопрос там относительно еды, он может легко переключить на ресторан и получить ответ. То есть, такие вот какие-то общие простые вещи можно внедрить. Плюс, если у нас гостиница, которая может предоставить различные услуги для бизнес-клиентов, соответственно, это какие-то различные аудиоконференции, это может быть и видеоконференция, соответственно, это некое помещение, в котором должно быть оборудование, проекторы, видеоконференция, соответственно, опять же, телефон, это станция и так далее. Здесь очень большие перечни оборудования, которые мы можем использовать. Плюс сервисы в комнатах, но здесь мы расскажем немножко подробнее и еще чуть дальше. Дальше? Да. Начнем с чего? С компании TGNET. Я думаю, сейчас Андрей, лучше, чем кто бы то ни было, расскажет про эту составляющую. Держи бак. Ну, на самом деле, почему мы решили стартовать с компанией TGNET, потому что все же, наверное, это, как мы пытались вам показать на предыдущих слайдах, это очень важная часть, которая отвечает именно за интернет. Я, как человек, который достаточно много путешествий и останавливается в различных гостиницах, у меня реально важный фактор того, какой есть Wi-Fi. Потому что это связь не только по работе, это и возможность, говоря по видеосвязи, позвонить домой, посмотреть на своего ребенка, пообщаться с женой и так далее. То есть Wi-Fi это уже та часть нашей жизни, без которой нам уже сложно ее представить. Это хорошо, если вы по России с мобильного телефона можете это сделать, а если вы уезжаете куда-нибудь, например, в Крым, то там уже с этим проблема. Мобильный интернет уже не позволит сделать качественный звонок, например, к ней домой по видео и посмотреть, чем там занимается мой ребенок, как он улыбается и так далее. Это важно. Поэтому при выборе оборудования мы достаточно внимательно подходили к различным компаниям, потому что выбор был очень большой, и мы остановились на компании TGNet по той простой причине, что первая это компания, которая полностью занимается разработкой оборудования сама, то есть там нет никаких подлинных пешков и так далее. Второе, у нее есть своя линия сборки, соответственно, они сами собираются. Это два важных фактора, которые могут повлиять на качество решения. То есть, если вдруг какая-то проблема возникнет, мы можем ее быстро решить. То есть, фактически вот это повлияло на наш выбор. Награды. Следующее, следующее, да, то есть это тоже, что немаловажно, это внутренние награды. До этого бренд в основном работал с внутренним рынком и немножко работал с английским рынком. Мы, наверное, так о них и узнали. И вот эти все награды, которые вы видите там в West Wireless Network, это, наверное, одна из серьезных таких наград в нашей области, которая отвечает именно за построение Wi-Fi, именно за качество Wi-Fi, именно за то, за то оборудование, насколько она надежно работает. Ну и различные еще дополнительные награды. Нет, ну, конечно, в компании на самом деле наград намного больше. Мы здесь, на этом слайде привели три значимые и на сфере гостиничного бизнеса. То есть так-то можно список продолжать куда больше и рассказывать о всех достижениях Тинжинет, но не сейчас. Да, да. У нас поэтому будет отдельный вебинар. Именно эти комплексные награды, именно эти три награды, именно отвечают за тот сектор, о котором мы сегодня разговариваем. Ну и следующее. Тот список оборудования, которые мы можем предложить. Во-первых, это коммутаторы с ПОЭ. Так как технологии развиваются, хочется минимизировать расходы на монтаж, в том числе это проводка кобилики. Соответственно, что предлагается? Предлагается использовать коммутаторы с ПОЭ, когда вы один провод заводите куда-нибудь в помещение и, соответственно, получаете электричество, интернет одновременно. А при этом список коммутаторов у нас достаточно большой, от 4-х портов до 24-х портов на данный момент, с мощностью 460-450 Ватт. Для чего нужна такая мощность? Скажем, если вы строите видеонаблюдение в отельном бизнесе видеонаблюдение, это, наверное, тоже немаловажная составляющая, потому что это наблюдение пола, это наблюдение коридора, это наблюдение парковки и так далее. Камеры потребляют достаточно много. Поэтому наши поликоммутаторы, которые с поддержкой 450 Ватт, мало того, что они а, дадут ту мощность, которая требуется, б, у них есть такая специальная возможность, которая позволяет лучше работать с потоком данных от видеокамер. Но об этом расскажу, когда мы будем делать отдельную презентацию. Но в этом потому что это долго, достаточно такая емкая тема. Следующий коммутатор, это коммутатор уже без поя, на этом можно построить всю сеть. Соответственно, компьютеры, так или иначе, у вас есть рецепшн, у вас есть различные точки, которые должны быть подключены. Соответственно, здесь тоже можно быть офисные пространства. Мы сейчас говорим об отелях, конечно, но тем не менее. Понятно, что в любом отеле все равно есть какой-то офисные сотрудники, которые занимаются продажами, каким-то обслуживанием. То есть это не только то, что видят клиенты, там еще есть свою внутреннюю территорию. Ну да, какая-то своя внутренняя инфраструктура так или иначе есть. При этом нужно еще заметить, что компьютеры у нас есть различные, как от простых до управляемых уровня L2 и L2+. Это тоже важно, особенно при построении Wi-Fi сети, если вам нужно разграничить, например, зону. Например, зону для сотрудников и зону для клиентов. Можно настраивать по-разному, можно предоставлять разные сервисы, разный доступ в разную студию. И два последних это контроллеры и точки доступа. Это две такие важные, основные части, на которых мы строим Wi-Fi. Соответственно, у нас контроллеры могут есть две модели M3 и M5. Основная разница между ними это количество подключаемых точек. То есть, если мы говорим о совсем какой-то маленькой гостиничестве, вам, конечно же, будет достаточно 32 Wi-Fi точек, то это контроллер простенький M3. Если мы уже говорим о каком-то более-менее серьезном комплексе, то здесь желательно поставить что-то помощнее до 12 точек. Вы можете подключить и покрыть всю гостиницу бесшовым Wi-Fi. То есть, когда у вас клиент перемещается по всей гостинице, ему не нужно переподключаться практически. Он всегда находится в одной зоне. Он один раз подключился и дальше начинает перемещаться по всей гостинице. Ушел себе в номер, у него работает. Ушел в ресторан, у него работает. Пошел в бассейн, у него работает. Почему это важно? Ну, не знаю, я периодически езжу на метро и у меня наболело. Когда ты переходишь с одной ветки на другую, тебе каждый раз нужно переподключаться. А если ты смотришь кино, то, соответственно, фильм у тебя сбивается и так, и тебе опять переподключаться, опять подкачивать. Смотреть, трат времени и раздражать. Честно, без школы на работу ухожу, никаких проблем нет. Поэтому, как бы, вот бесшовный Wi-Fi это очень важно. Это очень сильно повышает лояльность. Плюс контроллеры это не только построение без швовного Wi-Fi, это на самом деле контроль всей сети. То есть, когда мы говорим о комплексном решении DGN, то здесь используются и коммутаторы. И контроллер видит все. И точки доступа, и коммутаторы из контроллера можно управлять точками доступа. Также можно управлять коммутатором, можно устанавливать какие-то различные вариации включения-отключения. Плюс немаловажно, что еще. У нас в коммутаторах есть специальная функция, которая мониторит работу точек, ну не только точек, это же может быть еще и телефоны, мониторит работу точек и телефонов, которые питаются попой. И в случае, если устройство не отвечает, оно автоматически его перезапустит. Фактически отключит питание, подаст питание обратно. То есть, это исключает тот фактор, что у меня потерялся Wi-Fi, точку подвисли, или подвис телефон, и он почему-то перестал работать, и мне могут звонить с адресэршн. Это тоже важно, это тоже ловерность клиента. И немножко подробнее о точках. У нас... Я держал в руках, ждал этого звездного часа, вот они такие симпатичные. Кстати, да, вот они физически можно посмотреть. Вот эта точка, она потолочная, она предназначена как раз для построения бесшумного Wi-Fi. Давайте мы сейчас приблизим, можно будет... Коллеги, снизу немножко перебью, возможно, кто-то там первый раз, так скажем, слушает наши вебинары, у вас в самом браузере есть стрелочки влево-вправо, вы сами можете руководить тем, что вы хотите видеть в данный момент, наши замечательные лица или нашу замечательную презентацию. То есть, если вы вдруг хотите рассмотреть крупнее то, что мы в руках сейчас вертим. Соответственно, еще раз, вот эта точка, вот эта модель, WA2304, она как раз предназначена для построения бесшумного Wi-Fi, она крепится на потолок, никому не мешает. Достаточно простая, без каких-то особых знаний можно подключить, монтируется очень легко и просто, подключается легко и просто, очень быстро можно развернуть. Вторая точка, она уже предназначена непосредственно для самого номера. В чем ее плюс? Во-первых, у нее есть USB-вход, соответственно, можно подключить USB-зарядку и заряжать телефон, планшет и так далее. Плюс, если отель все еще использует аналоговые телефоны, здесь есть специальные входы, где вы можете подключить аналоговый телефон сразу, то есть, вы вводите один ПРО, сзади есть разъемы, через этот разъем мы можем подать А, интернет, Б, соответственно, аналоговую линию. И таким образом у нас в гостинице образуется Wi-Fi, подключенный к нашему контроллеру, также, который будет давать аутентификацию, плюс мы уже можем использовать аналоговый телефон, если отель принял решение все еще оставить аналоговые линии, плюс USB-зарядка. То есть, вы фактически с помощью одной точки получаете полный комплекс какого-то такого решения. То есть, А, телефон, Б, Wi-Fi и С, это зарядка. Потому что, ну, это реально бывает важно, когда сам с этим сталкивался, приезжаешь в гостиницу, а зарядка, которая подключается в розетку, ну, забыл. Такое случается. И что, достаешь ноутбук, подключаешь ноутбук, подключаешь телефон к ноутбуку, начинаешь заряжать телефон. Медленно заряжается. Медленно, если к тому же, заряжается неудобно, но, честно, это некомфортно. Когда вот такая штучка висит, подошел, воткнул, он у тебя заряжается, это очень удобно. Как бы, да, ни пить не есть, ни просит, а кому-то может, наверное, очень сильно помочь в голове проживания. Просто я сам с этим сталкивался, знаю, как это влияет. Давайте, вернем в нас опять. А, ладно, да, давайте продолжим дальше. Нужно еще отметить, вот эти точки, о которых мы говорили, они есть двух видов. Первый вид, вот то, что вы сейчас видите у меня в руках, а второй, то, что вы видите на картинке. Соответственно, здесь можно поставить закнопленную, закнопающую крышку, и тогда она будет выглядеть без вот этих портов, а порты все будут внизу. Плюс, прошу прощения, плюс они могут быть разных цветов. Соответственно, если у вас разного цвета гостиницы, скажем так, белые, обычные номера какого-нибудь поярче цвета, какие-то номера с повышенным комфортом и так далее, вы можете подобрать под свой интерьер. Это все делается под заказ, мы можем это сделать легко и просто. Ну, немножко совсем технических данных, стандартная схема подключения, собственно, в такой сети. Есть некий маршрутизатор, он же роутер. Далее ставится контроллер, и за контроллером подключается все наше оборудование, которое фактически собирает нашу сеть. Это тот первый слайд, о котором мы с Ильей говорили. Это очень много всего разного. То есть это более схематично. Контроллер, дальше у вас подключается контроллер более высокого уровня, который распределяет вланы и так далее. И дальше уже у нас поярком, мутаторы, камеры, бесшовный вай-фай, видеонаблюдение, какой-то сервис телефонии для рецепшенов, для номеров. И следующий слайд, это схема построения бесшовного вай-фай на нашем оборудовании. В принципе, он чем-то схож, только в коммутатор мы уже подключаем сами точки доступа. Точки доступа лучше подключать по витой паре, то есть при таком подключении вы, а, не теряете скорость, потому что, если вы подключите по воздуху, в принципе, что тоже можно, но тогда вы потеряете ровно половину скорости, что не есть хорошо, и если у вас будет большое количество подключений на точку, то точка может просесть. То есть разводится схема, в сервере устанавливается маршрутизатор, контроллер, дальше устанавливается по и коммутатору. Если у вас несколько этажей, вы можете либо развести проводку, либо на каждый этаж поставить по коммутатору, в связи с того, какое количество комнат нужно покрыть. Дальше точки подключаются через Ethernet. Настраивается все в контроллере, все работает по DHSP, настраивается в контроллере, через контроллер вы уже говорите, кто как работает, в каком доступе, с какой аутентификацией, кому можно выходить в какие-то определенные зоны, кому нельзя выходить в какие-то зоны. То есть вы все физически подключили, настраиваете все в одном месте. Пользуясь случаем объявления на миллион, мы рассматриваем предложение, готовое создать сеть бесшовного Wi-Fi в каком-нибудь интересном московском ресторане. Если у вас есть какие-то предложения, наметки, вы нам пишите обязательно. Соответственно, с нас оборудование, с нас консультация, с нас помощь, взамен на отзыв, какие-то фотографии, всевозможные фидбэки, возможно, ссылаться на этот проект. Так что обращайтесь, вы знаете, как нас найти, если у вас есть знакомый ресторатор, или вы сами готовы с нами посотрудничать. Нужно сказать, немножко открою небольшую тайну. На самом деле уже одна из сетей ресторанов в Питере уже этим занимается, но они пока не хотят раскрывать свое имя. Соответственно, когда мы с ними договоримся, мы раскроем, мы расскажем полную детальную схему. Соответственно, если вы будете готовы раскрыть свое имя, и мы сможем использовать вас в качестве тестовой площадки, и потом про это красиво напишем везде и в Фейсбуке, что такая-то сеть ресторан использует наши оборудования, мы предложили такой-то сервис совместно и так далее. То есть это будет интересный и нам, и вам. То есть, как сказал Илья, мы готовы предоставить, наверное, оборудование даже для того, чтобы собрать это место, эту демо-площадку. Павел, отвечая на ваш вопрос, вот эти точки, которые представлены, они не без поддержки АЦ. Точки с поддержкой АЦ мы получим, скорее всего, в марте. То есть, смотрите, АЦ точки по-хорошему можно использовать, даже нужно использовать, но так как стоимость этого решения невысока, в принципе, это можно компенсировать достаточно, ну, большим количеством точек. Не то, что прям большим количеством точек, если вы на этаже поставите там две точки, где-нибудь, ну, в начале, ну, в конце, этого будет более, чем достаточно, на каждую точку подключается до 30 клиентов. Может подключиться, то есть совокупно 60 клиентов, 60 человек на этаже. Это очень много. Мы не говорим о каких-то реально гранд-отелях очень небольших. То есть, фактически наш клиент, как мы говорили изначально, это небольшие гостиницы, это частные гостиницы, это офисные здания и помещения, это хостел. А про точки САЦ, когда мы их привезем на склад и протестируем, мы сделаем отдельное объявление, у нас будет отдельный вебинар на эту тему, и, соответственно, у нас это все появится в новостях. Давай перед помимо выдохнем 20 секунд. Я просто вижу, что у нас полная комната и вообще был интерес к этому вебинару. Мне люди рассказывали, что специально курсы испанского прогуливают, чтобы послушать. Вот кроме Павла вопросов ни у кого нет. Может быть, можем отвлечься сейчас и по горячим следам на что-то вам ответить. Если что, то, пожалуйста, пишите в чат, мы в режиме реального времени читаем. Пока не значит, ничто не мешает нам перейти к Фанвиллу. Тоже уже известная компания, топ-3 производителя IP-телефонов в мире, по крайней мере, они сами себя так позиционируют, почему бы нам им не верить. Настоящий конкурент Елинка Поликома. Мы с ними работаем именно в направлении отельных телефонов и сейчас представляем вам эту новую линейку, обреченную на успех, как сам Фанвилл нам про это говорит. здесь четыре модели. Давайте тоже немножко, наверное, сразу их покажем. Вот, собственно, они у нас есть. Здесь представлены три. Я думаю, у вас это не сильно расстроит, на картинке вы можете все четыре посмотреть. Просто запомнив модельный ряд, H от слова «хотель», H1, H2, H3, и если вы думали, что H4, нет, H5. Это топовая модель линейки. Соответственно, самое бюджетное исполнение, самый простой телефон, но при этом качественно исполненный, H1. В нем есть восемь программированных кнопок, один аккаунт, поддержка поя, и, что важно для отеля, возможность кастомизации лицевой панели. Это бумажная кастомизация, то есть нужно на аналоговых носителях изменять информацию, но... Нужно сказать, что в поставке идет уже фактически пустой лист с шаблоном. То есть вы, когда получаете телефон, вы можете сделать сами все, что вы захочете. Вы можете поставить свой логотип, вы можете подписать кнопки так, как вам нужно, так, как вам удобно, так, как вы хотите. Другие вендоры это делают несколько иначе. Вы сразу заказываете на складе, соответственно, что... Не на складе, а производителя, грубо говоря, что увеличивает стоимость. В нашем случае, во-первых, это не увеличивает стоимость, во-вторых, вы это можете сделать, как вам угодно, как ваш дизайнер будет свой, как вы это видите сами и так далее. То есть это очень важно. Не нужно что-то переделывать, не нужно оплачивать дополнительные деньги. H2 это телефон для ванных комнат. Он чуть-чуть дороже, но у него тоже простой дизайн. У него всего одна программируемая кнопка, которая с успехом может стать именно кнопкой SOS, то есть человек там подскальзывается в ванне, нажимает, его спасают. Как один из вариантов, ну, конечно, лучше бы такое не происходило. Да, немножко добавлю, этот телефон реально предназначен именно для помещений с паром, то есть фактически для ванн. У него есть степень защиты влагостойкости и, как уже я сказал, кнопка SOS. Вы можете споткнуться, удариться, ну, все что угодно может произойти, не дай бог, но тем не менее такие телефоны, если вы бывали в отелях, они устанавливаются где-то вот на уровне 45-60 сантиметров. То есть, если вы вдруг упали, сломали ногу, руку протянули, достали, нажали. Соответственно, возможность крепления на стену для удобства его размещения. В, так скажем, не люксовых, ну, среднего класса отелях можно себе представить, что в каждом номере должно по-хорошему два телефона. То есть, H1 стоит где-то около кровати, H2, соответственно, в ванной. Такой вот набор. H3, это со схожим функционалом, с H1 модель, но более продвинутая, элегантная, так скажем, вариация. Больше программированных кнопок 10, уже есть возможность зарядки мобильных телефонов по USB, то есть, непосредственно в телефон втыкается. Как вот, приводили пример, что, соответственно, Wi-Fi точек доступа можно заряжать телефоны, то же самое можно это делать с помощью достойного телефона. Да, то есть, это очень удобно. Как я сказал, что реально в хороших отелях как правило стоит два телефона. Один телефон стоит на столе рабочем, в который вы входите, натыкаетесь, а второй телефон, как правило, стоит на тумочке у кровати. И человек лежит уже на кровати, грубо говоря, раздетый под одеялом и видит, что у него садится телефон, ему достаточно просто воткнуть телефон. Провод зарядки в телефон, который стоит рядом с кроватью, и оставит его на ночь заряжаться. Такие вроде, казалось бы, мелочи, но они достаточно житейские. Останется какое-то хорошее впечатление. Какой-то плюсик он у себя поставит. Вот тут сбоку USB-порт. Просто для примера. И вообще, мы живем в такой век, что у каждого уже может быть по три, куда больше всевозможных девайсов, которые нужно заряжать. Иногда розеток, тройников уже не хватает для USB-зарядки. Когда можно включить телефон, антиплеер, заодно и еще электронную сигарету, поэтому лишний USB-ход он никогда не лишен. То же самое, как у H5, точно такой же возможность. Вот как раз можно посмотреть в нашей трансляции. Там всего шесть программировок кнопок, но есть цветной экран. Трех с половиной дюймовый LCD-экран с возможностью также кастомизации на разных языках, уже без бумажных носителей. И вообще, телефон выполнен в премиальном дизайне. Так что, это такая модель, скорее, для номеров класса люкс. Ну да, как вот Илья сказал, если обратить внимание, здесь можно кастомизировать еще информацию на дисплее. То есть, вывести логотип отеля, какую-нибудь еще дополнительную информацию. Тоже может быть важным. Да, важным и нужным. Другой продукт, который может и должен находить свое применение в отелях, это, соответственно, Microsoft Vipidex система. Мы представляем в России Microsoft Vipidex система Gigaset, это дистрибьютор. Это идеально подходит для тех сотрудников, которые постоянно перемещаются. То есть, уже не нужно пытаться на кого-то горничный, смотрителя, человек, который по этажам дозвонится на мобильный или заставляет ходить с рациями, что уже много лет как всех раздражает. Люди могут ходить с дек-трубкой, еще и красиво выглядящей, наслаждаться качеством связи, что качество работы, эффективность работы сотрудников также повышает. Да, хочу добавить, что на этой системе можно подключить до 100 трубок и до 30 базовых станций, что немаловажно базовых станций подключаются не по воздуху, они подключаются по проводам, интернет-проводам. Опять же, здесь тоже можно сделать разграничения по сотрудникам, по секторам, как угодно. это важно. Плюс телефоны есть с IP-защитой IP-60, что немаловажно, особенно для, наверное, горничных, которые постоянно ходят с колясками, уронила, сломала, уронила где-нибудь в ванне, об кафель ударила и так далее. То есть, если мы делаем какое-то решение интересное, то это решение должно быть, во-первых, не только не сильно дорогим, оно должно быть и полезным, и должно как бы использоваться, что называется, на полное. Этим решением мы можем закрыть все вот эти пункты, телефонизировать тех же горничных, которые постоянно перемещаются по этажам, опять же, к примеру, на себе, когда тебе нужно выехать в гостиницу, на рецепшене тебя не отпустят, пока горничная не позвонит из номера и скажет, я проверил он номер. И бывает так, что ты сидишь, звонишь горничной, ее нету, она куда-то ушла, 15-20 минут сидишь или стоишь около ее двери, и ждешь, когда она вернется. Это тоже оставляет такое не очень положительное ощущение, особенно когда ты опаздываешь, что внизу стоит такси и трафик уже тикает. Опять же, это удобство, это надежность, это решение, которое позволит быть сотруднику более доступным, что немаловажно. Более мобильным, да. Более доступным, более мобильным. На самом деле, мы не ставим сейчас перед собой цель подробно рассказать про все наше оборудование, мы скорее делаем обзор, но вот в том числе и про Гигасет, есть замечательный уже проведенный вебинар, и запись лежит на нашем канале на YouTube. Заходите, смотрите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Там подробно все было рассказано, так что кому интересно, есть все возможности изучить это. Дальше пойдем. Для промышленного оборудования также есть свое применение. Ну да, конечно, это же лобби, не знаю, бильярдные, все что угодно, то есть телефоны общего доступа. Ну, вот красненькие, если вы обратите внимание, часто используют в банках или в отелях, когда вы входите и у вас где-то там висит телефон, какой-то быстрых связи. Да, то есть это все что угодно. Либо, соответственно, все погодные защищенные телефоны, которые можно использовать на тех же парковках. Мы подъехали на парковку, у вас есть какой-то вопрос, что где обычно происходит. Вы машину паркуете, встаете, идете куда-то на рецепт, узнаете что-то там, а могу я припарковаться, сколько это стоит и так далее. Здесь можно просто нажать кнопку и получить все нужную информацию. Опять же, это удобно и это дополнительный сервис. Подробный рассказ про Джеймдар и устройство этой компании также есть на нашем YouTube-канале. Вот сейчас наша коллега Алена выложила ссылку прямую, так что заходите и смотрите. А так же, а много чего еще на самом деле, а так же. Про видеонаблюдение мы сейчас не будем говорить подробно, про это тоже есть целые отдельные вебинары, но понятно, что это важно, что нужно наблюдать и записывать то, что происходит. Видеоконференцсвязь важна в отелях, в конференцкомнатах, в переговорных комнатах, особенно, когда это не премьер-класса. Это да, это скорее, наверное, для бизнес-сектора, потому что, ну, очень-очень многие люди приезжают в какой-то город и проводят какие-то конференции, соответственно, им нужно что-то оборудование. И очень хорошо, когда мы можем предложить людям, часть уже находится в этом городе, кто-то приехал, кто-то не смог по каким-то причинам приехать, ну, все, что угодно, может быть, семейные проблемы, заболел, ногу сломал, все, что угодно, и когда отель может предложить своим клиентам, тем более, если это бизнес-клиент, они там будут тратить много денег, потому что аренда зала, аренда оборудования, это все какие-то деньги стоят. И тут такой дополнительный сервис, вы можете получить с удаленных сотрудников, чтобы они тоже могли поучаствовать. Это же интересно, это возможно, уже возможно. Про телефонные станции, я старый, IP-телефонный, я линк, в принципе, уже в начале сказали, но мы повторяться не будем. Опять же, у нас немножко, прошу прощения, я даже тебя перебиваю, у нас есть, в принципе, по всем продуктам у нас есть на нашем YouTube-канале информация, мы сейчас пытаемся сказать, на чем можно построить. Естественно, когда мы говорим об отелях, станция, которая предоставляет возможность соединения клиентов с персоналом, это важно. На наших станциях это все можно реализовать, плюс, возможно, реализовать дополнительные возможности для самого отеля. Плюс, добавим, у нас есть еще домофоны, на домофонах, опять же, можно тоже построить различные интересные вещи. Если мы говорим о каких-то маленьких гостиниц, о хостелах, то он, скорее всего, будет выполнять роль некого промежуточного звена между клиентом, который стоит на улице, и, соответственно, между владельцем хостела, который находится где угодно. То есть, я, опять же, еще раз, я сегодня очень много привожу примеров на себя, но, тем не менее, мы ездили в командировку и остановились в одной гостинице, небольшой такой домашней гостинице, в которой на входе был только звонок. Соответственно, когда мы приходили поздно, ну, и не всегда трезвыми, конечно же, что-то там искать, какой-то ключик и так далее, это было сложно. Что происходило? Я приходил, нажимал на кнопочку, соответственно, владелец этой гостиницы бежал, спускался вниз и открывал мне дверь. Время могло быть разное, 10 часов, 11 вечера, то есть, это неудобно. С домофоном, который имеет какой-то код, тем более, если есть видео, человек в таком состоянии, что может нажать только одну кнопку, это будет очень полезно, когда уходит звонок, человек где-то там на планшете или на телефоне получает вызов и видит в камеру, кто там пришел, либо это новый клиент, опять же, клиенты могут проехать в любое время с этого, либо это уже имеющийся клиент. Это не то, чтобы это как бы обязательно, это просто удобно. Ну и различные домофоны, опять же, использование на улице, это вот у нас кореянисты, они такие более красивые, более с дизайном, различные информации можно подать на экран, использовать в разных местах. И домофоны от FunVille, они немножко попроще, но они именно для использования в помещении. Его нельзя поставить на улице, он испортится, он для этого не рассчитан. Но, тем не менее, использовать FunVille в качестве некого контроля доступа персонала в каких-то сервисные помещения можно. Легко подошел, сарфит-карту приложил, либо набрал доступ от клавиатуры и дверь открыл. Прямо сейчас перейдите на наш YouTube-канал, добавьте в закладки вебинар прошлой недели, где как раз Андрей подробно рассказывал про себя домофонунистов. Интересная тема, уверенно, вам понравится, если кто еще не видел. Но вот про FunVille i-Blac Stess, да, это i, а не i, если вдруг у нас в каких-то моделях возникает вопрос. Отдельно, конечно, про него вебинар проводить не будем. На самом деле, прошу прощения, я тебе опять перебил, да, на самом деле, на самом деле, физически они выглядят вот так. Основное отличие этих домофонов, основное отличие этих домофонов, так вот, надо там быть лучше, один с камерой, соответственно, один без. i20 у нас без камеры, а i30 уже с поддержкой видео. Но еще раз хочу цитировать ваше внимание, что это домофон именно для внутреннего пользования. Их нельзя использовать на улице, нельзя использовать в помещении с повышенной влажностью и так далее. Ну, в принципе, домофончик достаточно интересный, такой неплохой дизайнчик. Есть уже встроена поддержка RFID-карт, ну, и минимум нужных возможностей. А вот у СМО подвела занял на широкий температурный режим работы, не знаю, что у российских условий где-нибудь на северах. Ну, опять же... Еще не тестировал? Еще, во-первых, а мы не тестировали, а во-вторых, все-таки это... Тогда поедем. Все-таки это версии для внутреннего использования. Ну, я думаю, что даже в Сибири там есть в помещениях не так холодные. Можно быть, действительно, так же, как у нас. Ну, вот если еще раз мы начали демонстраться, покажу домофон NISTA. То есть это такой же более интересный дизайн. Они исполнены в алюминиевом корпусе. То есть здесь уже используется пьеза-клавиатура. Это, во-первых, не только а соблюдение частоты. его легко очистить. Да, вот. Смотрите, летая клавиатурой, соответственно, его А легко чистить, что минимизирует появление бактерий на клавиатуре, что тоже немаловажно. А плюс здесь используется пьезоклавиатура. Она менее подвержена коррозии, так же, как и алюминиевый корпус. И сама передняя панель, которая сделана из чистого алюминия, что повышает срок службы данного устройства. Плюс они тестировались в Исландии, где температура скачет от минус 40 до плюс 40. Давайте продолжим. У нас в России скачет сильнее, чем в Исландии. Такая у нас страна. Пойдемте дальше. Про что еще забыли сказать? Вот про такую интересную штуку. Вот тут пожалуйста, слово Андрею оставлю. Сейчас прошу прощения, сразу отвечу вопрос. У них заявленная IP-поддержка IP54. Но тем не менее есть реальные кейсы использованные в сроках условиях. Даже есть один кейс использования в наших условиях в Сибири. Как я сказал, сам производитель они мне реально показывали этот кейс, они мне реально показывали фотографии с места, где они установлены. Именно в суровом условии, где там выходишь, что тебе снег попал по СМР строчит. То есть протестировать в принципе можно. Так, давайте дальше. Когда мы говорили о станциях, говорили о том, что мы можем предложить не только маршрутизацию вызовов для абонентов, но у Истара есть своя мини-ПМС-система, это модуль отель, который можно докупить лицензии в любую нашу станцию, начиная от самой простой, вес 20, рассчитанной совсем на маленькое количество абонентов, но самое большое рассчитанное на 500 абонентов. Соответственно, что здесь можно? Есть, мы разделили функции, функции для приемной, функции для клиента. Что мы можем предложить владельцам гостинга? Это регистрация выезд клиента, чек-ин, чек-аут, это заранее вы можете забронировать номер, соответственно, поступает звонок на рецепшн, девушка отвечает, ему клиент говорит, хочу приехать тогда-то, тогда-то, тогда-то. Вы все это можете сделать из веб-интерфейса, то есть у самого интерфейса отельного есть свой интерфейс, в который вы можете зайти и делать управление номерами, клиентами, получать какую-то данную статистику, то есть перемещать клиентов из одной комнаты в другую, при этом с сохранением счета, это важно, потому что, опять же, я попадал в такую ситуацию, когда мы приехали отдыхать, мы заказывали один номер с одним видом, а получили номер с другим видом, соответственно, у нас было оплачено и стал вопрос при переезде, что нам пришлось, нам реально пришлось оплатить один счет и после переезда пришлось еще платить еще раз, то есть какую-то там разницу, причем это неудобно, это потеря времени, здесь это все минимизируется, я захотел, я не хочу жить на третьем этаже, хочу жить на пятом этаже, вы его в этой системе переведете на пятый этаж, соответственно, вся информация по нему переходит на этот номер, это удобно. Также продление проживания, можно создавать группы по классу комнат, то есть, как мы говорили раньше, есть различные комнаты, есть комнаты люкс, есть комнаты с повышенной комфортности, есть спадебные номера, есть для попроще, где людям нужно только просто переночевать, это также все настраивается, вы можете привязать какие-то номера, вы можете туда привязать различные сервисы, в том числе и установка различных тарифов на вызовы, скажем, если у вас VIP-номер, вы можете ему предложить бесплатные вызовы, куда угодно, если у вас номер, который попроще, который подешевле, вы можете там завысить немножко стоимость звонка, но на усмотрение, плюс отображение статуса комнаты, здесь что имеется в виду, когда номер бронируется, есть определенный период, когда клиент выезжает, то система автоматически меняет статус комнаты, о том, что клиент выехал, и о том, что комнату нужно провести в порядок, ее нужно убрать, то есть у комнаты есть два статуса, статус чистый, статус нужно убрать, то есть это тоже важно, это важно скорее для девушки рецепшн, которая отвечает за рецепшн, за бронирование, тем более за въезд клиента, когда он выезжает, она видит статус комнаты, чистый или грязный, наверное, не очень было бы приятно, если клиент вселяли в номер, в котором у окна грязные, а там остались что-то после предыдущего клиента. Мне бы не понравилось. Не могу пройти пример на себе, не попадал в такой ситуации, но скорее всего, да, это будет очень негатив, и вряд ли вы второй раз приедете в гости. Следующий немаловажный фактор, то, что вы сразу из системы можете выставлять счеты за услуги, соответственно, это за проживание, это за телефонизацию и так далее, там есть различные крутые меню, настройки, которые вы можете что-то там добавить в свое. При выезде вы просто выставляете счеты и экспортируете списки детализации вызова. Если вы предлагаете услуги связи, и появляется какой-то спорный момент относительно совершенных звонков, то вы всегда можете предоставить детализацию звонков вместе с счетом за свои услуги, чтобы исключить какие-то недопонимания и острые моменты при выяснении каких-либо обстоятельств. Ну и, конечно же, вторая часть это функции для клиентов. Что мы здесь можем предложить? Это осуществление звонков между комнатами, изменение статуса комнаты с телефона. Что это такое? Ну, например, вы уходите и хотите, чтобы вашу комнату убрали. Вы подходите к телефону, нажимаете на кнопку, девушка на рецепшене видит, что статус комнаты поменялся из чистой на грязной и, соответственно, просит room-сервис убрать вашу комнату. То есть, мне нужно какую-то бумажку вешать, мне нужно приходить на себя на рецепшен и говорить «берите, пожалуйста, мой комнат, я там пролил кофе молоко или что-то еще». Вы просто подошли, нажали кнопочку на телефоне, ответственный человек увидел по изменению статуса и сделал какие-то действия. Кстати, может быть удобно, да, в случае, если гости рецепшен говорят на разных языках, то есть, кнопку нажать можно всегда и понять, что многие, условно говоря, стесняются пытаться что-то объяснять по телефону, не зная этого языка. Ну да, да, вот Илья правильно заметил, языковой барьер это все-таки важно. К сожалению, в нашей стране далеко не все говорят на английском, для некоторых это серьезный барьер, серьезный шаг недопонимания. Также мы можем предложить функции звонок в будильник, это когда клиент вас спросит разбудите меня, пожалуйста, в определенное время, чтобы к нему не бегать в номер, мы можем настроить телефон, звонить указанное количество раз, либо до того момента, пока он не ответит, не нажмет кнопку. Следующая функция управления мини-баром, соответственно, что это значит? Мы можем настроить нашу систему таким образом, что клиент может сам говорить, ну не говорить, а сообщать системе о том, что он взял из мини-бара. Например, это будет выглядеть приблизительно так, он подошел к телефону, нажимает там решетка, единичка и звездочка, это говорит о том, что он что-то взял про номер в магии, висит в какой-то сцене. То есть, я понимаю, что в нашей стране, наверное, еще не живется тот момент, когда в конце приходит горничная и все-таки проверяет за вами мини-бар, они верят вам на слово, что вы там использовали, привыкли, а не как, например, в той же Германии, ты просто берешь и тебе висит бумажка, и ты написал, взял то-то, еще, и потом эта бумажка при выезде прикрепляется к счету, ты просто за него расплачиваешься. У нас пока это, наверное, не прокатит. тем не менее, можно использовать такую функцию. Клиент, человек, который оставился в номере, открыл, увидел, что он хочет водичку, взял водичку, ну и же с бумажкой, берите на телефоне такую-то цифру, и сумма попадет автоматизм в счет. Удобно? Удобно. И немаловажная функция это автоматизм и публикировка телефона после выезда клиента. То есть, когда клиент заканчивается оплачиваемое время, как вы знаете, в гостиницах оно достаточно жесткое, у нас часов он должен ровно в 12 часов у него полностью отключается возможность совершать звонки с телефона. Это, наверное, нужно для того, чтобы, скажем, сотрудники, которые наглые, нечистые на руку, не могли прийти и позвонить за счет клиента, и потом, пока он где-то спускается с лифта, ждет информацию, вещи или что-то еще, чтобы человек, который выбирает комнату, не смог совершить звонки. Накапал 10 минут звонка куда-нибудь в Сальвадор. А вам потом выкатили счет непонятно долларов на 200. Наверное, это все, что мы хотели сказать, в принципе, относительно вот этого умолка. Можно сейчас немножко выдохнуть, уже движемся к концу нашей презентации. Осталось недолго, передаю слово Илье. Да, собственно, про что мы хотим сказать, что как раз в отелях с помощью нашего оборудования можно прекрасно реализовывать нашу любимую концепцию ловер-си объединять коммуникации, видеонаблюдение и так далее. И все будет отлично работать, клиенты будут довольны, хозяин отеля будет получать больше прибыли. Так что пользуйтесь. И напоследок вкусненькое, просто примеры проектов. тысячи компаний во всем мире используют оборудование, которое мы представляем в России, в странах СНГ. Скоро на Луне будем такие города строить. Но говорим конкретно про отели. Задокументируем, так сказать, примеры. Ориентирован на бизнес-аудиторию, где Wi-Fi критично важен, отель Романда Плаза в Китае был оснащен Wi-Fi с помощью оборудования G-Net, 222 номера, апартаменты, коридоры, то есть все помещения, уходя в тренажерный зал и так далее, были обеспечены бешевыми Wi-Fi соединениями. Плюс для них было важно обеспечение мониторинга и управления сетью в реальном времени. Все это с успехом сделано, клиент очень доволен. Вот пример из Китайской Республики. Другой премьер также от компании G-Net, другой отель Шаратон в городе Ксиане. 418 номеров, здесь интересна интеграция с IP-камерами и видеорегистраторами HikVizu. Все прекрасно работает, все довольны. Да, немножко добавлю, то есть когда мы говорим все построено и все это с одного места управляется, используются именно наши контроллеры, как я говорил, что у нас контроллеров можно управлять в принципе всей сетью, в том числе и коммутаторами и точками доступа. Так как здесь приведен пример с камерами, любое устройство имеет вероятность того, что он как-то подвиснет, что он как-то испортится и так далее. Нужно принять решение, что с ними делать. Либо отправить человека, который непонятно куда пойдет, где висит эта камера, либо, как я уже говорил, у нас есть система защиты от таких вещей, то есть если устройство не отвечает, коммутатор его автоматически попробует перезапустить. Если он перезапустит и все за работу, то соответственно охрана сиспуками ничего делать. Это тоже очень удобно. Плюсы это все делается с одного контроля. То есть это важно. Вы имеете фактически один интерфейс управления. То есть нужно открывать разные интерфейсы, понимать, где какой свитч стоит, куда бежать, что смотреть, что придергивать. Вот так вот. Еще много примеров для Джинета. Мы насчитали 48, ну 48 плюс отельных сетей в Китайской Республике, да и в принципе в разных странах. Вот интересный пример. Отель Royal to Loop официальный отель для проведения всеверной экономической формы в Давосе. Вот такие вот пироги там тоже сеть построена с помощью оборудования. То есть это бизнес-аудитария как для бизнес-аудитария? Полигруп в Китае это крупный застройщик из Гонконга, работающий также в Китае, для оснащения гостиниц использует фанвил. Как сам клиент заявляет, они выбрали фанвил как поставщика отельных телефонов благодаря стильному дизайну, богатому националу. Как раз возможности зарядки от USB для них оказалось очень важным. Потому что это первый в Китае отельный телефон с видным экраном, конкретно про модель H5 мы говорим. И тот же самый большой экран для отображения информации. Вот так заказчик решил и в итоге с успехом пользуется и фанвил гордится таким сотрудничеством. Ястар часто используется в отелях. Сам вендор представляет гордиться двумя отелями. Один в США, один в Греции, где GTS Ястар используется как системообразующее устройство. У нас в России нашли тоже интересный пример об азотах спутник, где 200 км от Нижнего Новгорода посреди леса с помощью GSM-шлюзов Ястар удалось наладить телефонную связь. То есть там отрезки нет, у Актеля может быть довольно, там Актел стоит, но шлюзы используются для того, чтобы где нет интернета можно было сам звонить по телефону. Все там предоставления услуг дополнительных связей. На самом деле круто, когда ты находишься в лесу, где нет ничего, а у тебя есть коммуникация. К сожалению, у нас полстраны такие. Ты ходишь в лесу, и у тебя ничего нет. Также интересно вспомнить про E-Link. Они тоже вспомнили отель Дубаи, 5 звезд, который находится в Дубае. E-Link используют менеджеры, и они установлены на ресепшн вместе с модулями расширения. Пицца Хат это международный партнер E-Link. Как говорят, в разных странах принимаются заказы с помощью телефонов. У нас в России яркий пример про пиццу Доминос. Были кто-нибудь? Знаете такую. В Москве по камере точно достаточно распространена. Там мини-колл-центры на всех прилавках устроены с помощью телефонов E-Link. В таком динамичном колл-центре нельзя пользоваться гарнитурами, это неудобно, все сотрудники постоянно движения, они должны одновременно реагировать на звонки и на клиентов, которые пришли в офлайне. Для них удобно, что стоит надежный телефон в ряд 5-6 в зависимости от площади. И, соответственно, с любой момент можно поднять вот такие вот 21-ые стоят в каждой пиццерии и лишний раз нас рекламируют. Все, мучили вас больше часа, надеемся, все не зря. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим. Сегодня открыт к диалогу. Вопросы можно задавать прямо в чате. И, кстати, Павел, у нас, в принципе, есть, опять же, немножко на YouTube на наш канал у нас есть очень подробный интересный вебинар по НИСТе. Если вы еще не видели, можете познакомиться. Что, коллеги, поставьте, может быть, плюсик, если у вас нет вопросов, просто чтобы вы понимали ждать, не ждать. Ой, спасибо. Всегда, кстати, открыто к тому, чтобы проводить вебинары по каким-то заявкам. Если есть интересная тема, которая вам нужна, которую хотите послушать, мы рассмотрим все ваши варианты. Кроме Александра, как никто нас не знает. Может быть, люди нам пишут вопросы. мы никак в мессенджерах не можем видеть, что кто-то набирает сообщения на данный момент. Поэтому можем только ждать. вебинары наверное, стоит сказать, что этот вебинар тоже будет запись, он также появится на нашем канале. Если вы хотите, захотите вспомнить или посмотреть, либо получить еще какую-то информацию, которая была упущена, так же сможете посмотреть. Сергей, вам тоже спасибо за то, что спасибо на наш мебинар. Все выкладывается на YouTube, Facebook, ВКонтакте. Подписывайтесь на нас везде, где удобно. Следите за новостями. Вот и вопросы. Павел, по поводу защищенности здесь весьма спорный вопрос. К сожалению, фанвилл не может дать тех технологических возможностей, которые может дать Ниста. Но если вам нужно какое-то простенькое решение, то да, это скорее фанвилл. Если вам нужно решение, которое, скажем так, более технологически развитое, имеет более высоких показателей характеристики, то скорее Ниста. Да, Денис, вам тоже спасибо, что заглянули. Мы всегда рады. Что, все, наверное? Ну, коллеги, еще раз, если вдруг у вас, ну, мы прекрасно понимаем, что вы целый час мучили, если у вас какие-то появятся вопросы, к сожалению, Илья указал только свой почтовый ящик. тем не менее, вы можете написать Илье и, соответственно, мы постараемся на все вопросы, которые у вас появятся, в дальнейшем ответить. что вы мы эринь, Продолжение следует...